МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! Вы смотрите новости Севастополя. В студии Дмитрий Дудко. Сегодня в нашем выпуске. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Новогодний подарок спортсменам. На улице Говена завершили строительство физкультурно-оздоровительного комплекса. Здесь будет базироваться самбо, дзюдо и спортивная борьба. Какие условия созданы для спортсменов? И когда они смогут начать здесь тренировки и соревнования? С огоньком в многоквартирный дом в поселке Бекензевы горы пришло голубое топливо. В сентябре возобновились работы по этому дому. И вот в канун, можно сказать, Нового года люди получают газ в свои квартиры. Довольны ли жители? И сколько еще домов газифицируют в Севастополе? С ветерком на бронетранспортере. Детские мечты продолжают осуществляться? СИРЕНА Кто дарит севастопольским ребятам такие оригинальные подарки? Праздничные ярмарки, украшенные витрины и фасады. В Севастополе подвели итоги конкурса на лучшее новогоднее оформление. Нравится ли жителям? Мне очень нравится. Они создают такую новогоднюю атмосферу. И это с вот этими украшениями. Это очень-очень красиво и очень вкусно, аппетитно. Какие были номинации и кто стал победителем конкурса? Новогодняя сказка стала реальной. Севастопольский Дед Мороз пришел в гости к семьям, где живут особенные дети. Вы знаете, даже вот, наверное, испытал радость, как сам ребенок, когда увидел Деда Мороза с подарками. Было очень приятно, было очень приятно. Какие подарки принес добрый волшебник? Теперь все новогодние дни на Приморском бульваре будет играть живая музыка, как это было раньше. После реконструкции заработала легендарная «Ракушка». Там уже прошло первое торжественное награждение победителей конкурса «Новогодние окна Севастополя». Как это было, расскажем далее. На Приморском бульваре вновь звучит оркестр. После реконструкции для севастопольцев открылась летняя эстрада. Под праздничные мелодии гуляющие горожане начинают пританцовывать. И вот оно, праздничное настроение. Вся территория спланирована так, как должно быть. Все благоустройство завершено. Осталось еще сегодня дособрать вторую часть скамеек. Скамейки, кстати говоря, уникальны. Отливаются на севастопольском заводе молот, мне сейчас сказали. Я очень порадовался, что еще и наши производители здесь задействованы. Поэтому сегодня уже, как говорится, последние штрихи будут доделаны. И на новогодних праздниках эстрада будет приносить удовольствие севастопольцам и гостям города. Вот сейчас Ирина Васильевна сказала, что запланированы с 2 до 15.30 со 2 января концерты полуторачасовые здесь на эстраде. Но я попросил все-таки посмотреть возможность в вечернее время, хотя бы час, тоже сделать здесь соответствующие музыкальные номера. Потому что, ну, конечно, я думаю, что Приморский бульвар будет очень популярен в вечернее время, в новогодние праздники, будут семьи, дети. Поэтому, конечно, очень важно, чтобы здесь была музыка хорошая, качественная. Реконструкция ракушки началась в 2019-м, но сроки неоднократно сдвигали из-за нарушения при строительстве. Сейчас она встречает горожан мелодиями в исполнении эстрадно-духового оркестра Севастополя, коваными скамейками и даже шахматной зоной. Сегодня прошло и первое торжественное мероприятие. Губернатор Михаил Развожаев наградил участников конкурса «Новогодние окна Севастополя». Жители города, школы, библиотеки, предприятия в предпраздничные дни старались украшать свои окна огнями, рисунками, создавая новогоднее настроение. Полсотни лучших работ получили в фирменной толстовке конкурса. Вера со своим сыном Степой не в первый раз наряжают окна своего дома. Второй год подряд – это классная идея вообще, и это такая наша небольшая уже семейная традиция – украшать окна к Новому году. То есть это уже не ради приза, как было в прошлом году, это уже такая традиция, но это супер, что губернатор проводит такой конкурс. Мы будем в следующем году участвовать. Учредить конкурс – инициатива губернатора. Еще в прошлом году, когда ковидные ограничения были особенно жесткими, нарядные окна создавали праздничную атмосферу в городе. В этот раз в конкурсе участвовало еще больше севастопольцев. Новогодние окна Севастополя. Очень теплые, очень хорошие. 50 победителей определили. Сегодня в своих социальных сетях опубликую все ссылки, можно будет посмотреть. А в следующем году призываю всех еще принимать участие. Вот подумал, что для коллективов нужен какой-то отдельный приз, потому что, ну, понятно, что выберут самого главного художника в коллективе, самыми умелыми руками, но тем не менее хочется как-то еще коллективы отдельно поощрить. Обновленная эстрада на Приморском бульваре будет работать все праздничные дни, начиная со 2 января. Подробные анонсы опубликуют на сайте Департамента культуры Севастополя. Полина Кольт, Андрей Тымчук, Новости Севастополя. Подарок к Новому году для спортсменов. На улице Говена открыли новый физкультурно-оздоровительный комплекс. Объект готов на 100%. Помещение будет находиться на балансе второй спортивной школы Олимпийского резерва. Новый фок как раз расположен в нескольких метрах от главного здания этого спортивного учреждения. Что было на этом месте раньше, какие условия созданы для спортсменов, расскажет Святослав Данилов. Оборудование уже завезли, но еще не успели распаковать. На первом этаже нового физкультурно-оздоровительного комплекса пока в запакованном виде гантели и тренажеры. Это зал общей физической подготовки. Здесь же гардеробный, душевый, медкабинет, помещение для тренеров и судей. Конечно, подведены все коммуникации. Предусмотрели и доступную среду для людей с ограниченными возможностями. Есть лифт. Поднимаемся выше и видим главный объект комплекса – спортивный зал для борьбы. Он занимает сразу два этажа, второй – третий. Здесь же отдельно предусмотрят и места для зрителей. Наблюдать за состязаниями смогут 30 человек, а соревноваться в это же время – 40. Этот фок предназначен исключительно для борцов будет. Уже база существующая переполнена. Наши спортсмены сегодня ютятся в неприспособленных помещениях, в том числе зачисленную спортподготовку. Сейчас, получив этот объект, мы дополнительно сможем набрать 180 человек. Часть из них будет здесь заниматься действующих спортсменов. И дополнительный набор группы также мы планируем провести. Здесь будет базироваться самбо, дзюдо и спортивная борьба. Основное здание второй спортивной школы Олимпийского резерва буквально в нескольких метрах от нового комплекса. Фок будут использовать в основном для тренировок, но и соревнования смогут проводить. В перспективе даже всероссийского уровня. Причем возможен даже вариант, когда в старом здании спортшколы и в новом комплексе одновременно будут проходить три поединка дзюдоистов, самбистов или борцов. В учреждении уже рассматривают эти два объекта как один небольшой спортивный кластер. Конечно, и новый персонал набирать будут. Четыре тренерские ставки у нас предусмотрены в рамках бюджета 2022 года. Девять человек мы наберем прочего персонала. Это методические работники, обслуживающий персонал для содержания данного объекта. Соответственно, как только мы пройдем процедуры, связанные с вводом в эксплуатацию, передачей в казну города и школе, это будет передано на баланс. Я думаю, что это первая декада 2022 года. Мы, соответственно, сможем открыть ставки, набрать тренерский штаб. Люди уже подобраны. Раньше на месте нынешнего фока был пустырь. Там часто появлялись асоциальные личности. И это была дополнительная головная боль сторожей второй спортшколы. Строить комплекс начали в 2020-м. И завершить все работы планировали примерно год назад. Но возникли проблемы. Подрядчик трудился медленно. Как оказалось, позже сделал ставку не на время, а на качество. Работа произведена качественно, пусть не своевременно, но качественно. То есть мы получили довольно-таки хороший объект. Претензий по производству работ подрядчику никаких нет. Есть только одни претензии по срокам. Мы соответствующую претензионную работу ввели. Подрядчик оштрафован за несвоевременную сдачу. Дополнительные деньги в бюджет получим от штрафных санкций. Теперь остались формальности. Закончить благоустройство территорий, оформить необходимые документы для ввода комплекса в эксплуатацию. Спортсменов на соревнованиях и тренировках ждут здесь уже в январе следующего года. Святослав Данилов, Андрей Тымчук, новости Севастополя. Газификация Севастополя продолжается. Еще в один многоквартирный дом в поселке Микензивы горы пришло голубое топливо. Жильцы дома номер 5 на улице морских пехотинцев газа ждали давно. В доме, построенном больше полувека назад, его не было никогда. Как признаются жителям, раньше, чтобы не замерзнуть, приходилось закупать дрова и уголь. В каждой квартире топили печи. Но теперь об этом можно забыть. Во все 14 квартир пришло долгожданное голубое топливо. Газовщики установили счетчики, провели трубы и даже подарили жильцам новые газовые плиты. У нас теперь будет автономное отопление. Нам не надо тратить деньги на уголь, на дрова. То есть нам как бы отопление будет немножко дешевле. Мы очень рады, что у нас есть в доме газ. Коммуникации подведены в каждую квартиру. И, соответственно, собственникам, либо нанимателям жилых помещений необходимо будет сразу после праздника пройдиться в Паусе-Вастополь-Газ, пройти инструктаж, заключить договор на поставку газа. И, соответственно, Паусе-Вастополь-Газ выезжает на место, смотрится на наличие оборудования, на его работоспособность. И дальше уже открывают кран, и жители пользуются газом. Кроме того, работы закончили и в Инкермане. Там газ подвели к 11 жилым домам. В планах обеспечить газом еще 739 домовладений в селах Андреевка и Фронтовое. Работы выполнятся по программе «Последняя миля». На борьбу с коронавирусом дополнительно направят более 65 миллионов рублей. Такое изменение внесли и в госпрограмму развития здравоохранения Севастополя. Деньги поступят из федерального бюджета. Их потратят на приобретение и ремонт медоборудования, закупку средств индивидуальной защиты для медработников, обеспечение госпиталей кислородом. Еще одно изменение касается перераспределения денег от правительства Москвы. Перераспределение средств бюджета города Москвы, поступающих в бюджет города Севастополя в 2021 году, на реализацию мероприятия под оснащение технологическим оборудованием больницы номер 5 роддома в размере 8,7 миллионов рублей между ГРБС с департамента здравоохранения города Севастополя на департамент капитального строительства города Севастополя. Также на заседании правительства утвердили территориальную программу госгарантий бесплатного оказания медицинской помощи на ближайшие три года. Документы определяют виды и объемы медпомощи. Ее население будет получать бесплатно по госфинансированию. Объем программы на 2022 год чуть менее 9 миллиардов рублей. Из них бюджет города выделяет 2,6 миллиарда. Деньги направят на оказание скорой помощи, медпомощи в поликлиниках, в стационарах, а также на высокотехнологичную, медицинскую и палеотивную помощь. Для обеспечения льготников лекарственными препаратами направят 884 миллиона рублей. За счет средств обязательного медицинского страхования предусмотрено 6 миллиардов 304 миллиона рублей. Подушевой норматив составляет 14,16 и 9 рублей. На оказание следующих видов медицинской помощи. Скорая медицинская помощь 376,2 миллиона рублей. Медицинская помощь в амбулаторных условиях 2 миллиарда 182 миллиона рублей. Компьютерная томография 52,9 миллиона рублей. Магнеторезонансная томография 42,3 миллиона рублей. Ультразвуковое исследование 18,3 миллиона рублей. Эндоскопические исследования 12,4 миллиона рублей. Молекулярно-генетические исследования 3,4 миллиона рублей. Улицу, на которой будет располагаться новый медицинский кластер в Севастополе, назовут именем медсестры Пелагеи Мазуровой. Такое решение приняли на заседании правительства города. Пелагея Мазурова – первый в Севастополе медик, погибший от коронавируса. Она почти 40 лет проработала в городской больнице номер 9, а после начала пандемии спасала людей в красной зоне. Женщина умерла в возрасте 65 лет после заражения коронавирусом. Течение болезни было осложнено хроническими заболеваниями, тяжелой вирусной пневмонией и отеком легких. В этом году ее посмертно удостоили первой медали имени Даши Севастопольской, героини первой обороны города. Указом губернатора Севастополя 28 февраля 2021 года Мазурова награждена первой медалью Даши Севастопольской посмертно. Предложение о присвоении наименования улицы в строящемся медицинском кластере в честь Мазуровой было вынесено на рассмотрение комиссии в рамках исполнения поручения президента Российской Федерации по итогам встречи с участниками общероссийской акции «Взаимопомощь и мы вместе» о наименовании улиц городов в честь медиков, отдавших жизнь в борьбе с COVID-19. Коллеги, предлагаю поддержать. Комиссия поддержала, что очень правильная вещь. Роспотребнадзор создал тест для выявления клеточного иммунитета к коронавирусу. Он похож на реакцию МАНТУ и поможет выявлять переболевших ковидом. Корона ДермПС уже прошла доклинические испытания. Разработку передали для регистрации в Министерство здравоохранения России. Между тем, в регионах страны ситуация с заболеваемостью коронавирусом медленно, но стабилизируется. В Севастополе за минувшие сутки опасный диагноз подтвердился у 49 жителей города. 224 пациента ковид-отделений выписаны после выздоровления. Еще троих врачам спасти не удалось. Самому молодому из них было всего 34 года. В Крыму тоже идет снижение. Плюс 110 новых случаев заражения за 24 часа. Показатели смертности снижаются впервые за долгое время. К другим темам. Оформить развод и зарегистрировать рождение ребенка с сегодняшнего дня можно в ЗАГС в любом уголке России. Раньше это можно было сделать только по месту рождения или месту жительства родителей. Усыновление по месту решения суда об усыновлении или месту жительства усыновителей. Развод по месту регистрации брака или месту жительства супругов. Далее другие новости дня. В России предложили ввести налоговый вычет при покупке автомобиля. Его стоимость не должна превышать 1 миллиона рублей. При помощи такого инструмента гражданин сможет вернуть до 130 тысяч. Такая мера поддержки уже распространяется на покупку жилья и имеет положительный опыт, отмечает глава ведомства. Глава Минпромторга Мантуров рассказал, когда в России появится серийный легковой электромобиль. Его производство начнется в 2022 или 2023 году. Также Мантуров пообещал, что для покупателей электромобилей в России будет действовать господдержка. Можно будет получить скидку в размере 25%, но не более 625 тысяч рублей. В России с продажи скоро могут полностью исчезнуть ртутные термометры. Об этом заявили представители нескольких аптечных сетей, дистрибьюторов и маркетплейсов. Они напомнили о подписанной в 2013-2014 годах 128 у странами, в том числе нашей страной, Миноматской конвенции. Она ограничивает использование ртути в бытовых условиях. А значит, производство, экспорт и импорт некоторых видов ртуть, содержащей продукции, запрещен. В Яндекс.Картах узнали, в каких городах России сохранилось больше всего советских названий. Учитывались улицы, проспекты, площади, переулки. Больше всего советских названий оказалось в Краснодарском крае. 1936 наименований. На втором месте Свердловская область, на третьем Татарстан. По доле советских улиц от общего числа лидируют Мордовия, Чуваша, Воронежская и Кировская области. В Крыму открыт первый этап трассы Симферополь-Ефпатория-Мирный. Его потяженность 25 километров. Дорогу начали строить в феврале 2018 года. На ней 4 транспортные развязки, 6 путепроводов, 3 надземных пешеходных перехода. Все работы на трассе Симферополя-Ефпатория-Мирный закончатся до конца 2023 года. Алексей Рохлин назначен начальником МЧС в Севастополе. 28 декабря соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин. Ранее Алексей Анатольевич был заместителем начальника главного управления МЧС по Ростовской области. Но в ноябре этого года уже в Севастополе он стал временно исполняющим обязанности начальника управления. Сейчас же Алексей Рохлин официально вступил в должность и сразу же провел пресс-конференцию. Он подвел основные итоги работы севастопольских спасателей в этом году. В 2021-м они 340 раз выезжали на места ДТП, при этом спасли около полутора тысяч человек, обезвредили более 4,5 тысяч боеприпасов времен Великой Отечественной войны и потушили 14 лесных пожаров. Как отмечает начальник главного управления МЧС Севастополя, число происшествий в этом году сократилось. Работу подчиненных он оценил на отлично. Техническую готовность к главному управлению я оцениваю как на 100%. В принципе, территориально, территориально спасательный гарнизон способен и готов выполнять задачи, как я уже сказал, так на территории города Севастополя, так и за пределами. Наш выпуск продолжается и вот о чем расскажем далее. С ветерком на бронетранспортере. Детские мечты продолжают осуществляться. Кто дарит севастопольским ребятам такие оригинальные подарки? Праздничные ярмарки, украшенные витрины и фасады. В Севастополе подвели итоги конкурса на лучшее новогоднее оформление. Нравится ли жителям? Мне очень нравится. Они создают такую новогоднюю атмосферу. И это с вот этими вот украшениями. Это очень-очень красиво и очень вкусно, аппетитно. Какие были номинации и кто стал победителем конкурса? Новогодняя сказка стала реальной. Севастопольский Дед Мороз пришел в гости к семьям, где живут особенные дети. Вы знаете, даже вот, наверное, испытал радость, как сам ребенок, когда увидел Деда Мороза с подарками. Было очень приятно, было очень приятно. Какие подарки принес добрый волшебник? 31 декабря – выходной день для горожан, но не для медиков, сотрудников МЧС и других спецслужб города. В праздничные дни, как и всегда, они будут нести свою службу на работе. С 31 декабря по 10 января в поликлиниках и стоматологиях будут работать дежурные группы. То же касается и скорой помощи, травматологического пункта и роддома. Медперсонал этих организаций выйдет на работу как положено и даже подбой курантов не откажет в помощи севастопольцам. В праздничную ночь не прекратят свою работу и льготные аптеки. А вот терапевты поликлиник, женские консультации и мобильные прививочные пункты начнут прием позже – с 3 января. Добраться до друзей и родственников или до главной елки на Нахимово в новогоднюю ночь будет несложно. Многие маршруты, соединяющие различные районы города с центром, продолжат работать до 6 утра. Кроме того, и катера на северную сторону не остановятся. А вот с 1 по 9 января транспорт будет уже работать по графику выходного дня. Расписание можно уточнить на сайте департамента транспорта. «Если БТР, то настоящий», – так подумал севастополец Саша Соколов, загадывая желание и отправляя его на волшебную елку. Кто узнал, о чем мечтает мальчик и исполнил его заветную мечту, а главное, страшно ли ему было кататься на бронетранспортере, расскажет Ирина Шестерякова. БТР-82А – это новая машина. Всего несколько лет назад она поступила на вооружение в Министерство обороны. Именно с помощью нее решили исполнить желание Саши Соколова. Балаклава цвета хаки под каской – настоящая боевая машина. И вот мальчишки уже ощущают себя солдатами. Только под Новый год на полигоне морской пехоты в районе Казачьей бухты можно увидеть бронетранспортер с детьми на крыше. Благотворительная акция «Елка желаний» продолжается. Военнослужащие Севастополя осуществляют мечты ребят, о которых ранее узнал адмирал Игорь Осипов. Узнал и поручил привезти в исполнение. Это первый раз получается в нашей части то, что мы на боевой технике приняли решение покатить детей. И вот этот новый БТР, который буквально через несколько дней уйдет на учение, будет выполнять поставленные задачи в составе подразделения. У меня есть два игрушечных танка, и я рад, что я покатался на настоящем. Мы ездили очень быстро по бездорожью, и там все лужи разлетались просто. А страшно было? Чуть-чуть. Прокатились, проголодались. У военных все по расписанию, в том числе и обед. И только после вручения подарков. С Новым годом! Ирина Шестерякова, Андрей Вовк, Новости Севастополя. Праздничные ярмарки с оригинальными декорациями. Витрины, притягивающие взгляд. Кафе и рестораны, где новогодняя атмосфера встречает с самого порога. Итоги конкурса на лучшее оформление предприятий потребительского рынка подвели в Севастополе. Как украсили заведения и павильоны? С победителями пообщалась Анастасия Синица. Настоящая зима в Севастополе – явление редкое. И вот и сейчас, в канун праздника, в городе не по-зимнему солнечно и тепло. Создать новогоднюю атмосферу в такую погоду можно своими руками. В этом кафе так и поступили. Фасад превратили в сказочный уголок. На фоне деревьев, с которых листва давно опало, это хвойное богатство выделяется эффектно. Так и задумано, чтобы каждый прохожий внимание обратил и обязательно заглянул на чашку чая. Внутри тоже празднично. Под самым потолком шары, сосульки. На подоконниках оригинальные композиции. Над декором дизайнеры работали в три дня. Но не для конкурса, для души. Вообще, изначально наша идея была в том, чтобы сделать великолепную инсталляцию к Новому году, чтобы дарить праздничное настроение. Также неожиданно от телеканала СТВ мы узнали о том, что проходит такой конкурс. Узнали, когда прием заявок почти завершился. Но успели и стали одними из победителей в номинации «Новогоднее оформление фасада и витрины». Теперь шутят. Случайности не случайны. И посетителей порадовали и себя. Невозможно пройти мимо севастопольской ярмарки, которая развернулась в самом центре города. На площади Нахимова выросли 10 торговых павильонов, которые скорее хочется назвать уютными пряничными домиками. Здесь можно не только перекусить или утолить жажду, но и полюбоваться красивым оформлением. Очень прекрасно, деткам очень нравится, очень красиво. Молодцы ребята, все постарались, сделали. Очень хорошо, нам нравится. Правда, Сеня? Вот от этого всего и настроение поднимается. Хорошее оформление все. И продавцы хорошие. Мне очень нравится. Они создают такую новогоднюю атмосферу. И это с вот этими украшениями. Это очень-очень красиво. И очень вкусно, аппетитно. Украсили павильоны и на площадке между аквариумом и дворцом детского и юношеского творчества. Там даже фотозону соорудили. Ну как не сделать снимок рядом с белоснежной елкой и огромными часами. Этих ярмарок краски – подарок Севастополю от управляющей компании оптово-розничных торговых комплексов. Они же нарядили центральный рынок. Мы победили в номинации «Лучший новогодний проект». Мы очень гордимся этой наградой. И мы надеемся, что жители города и гости смогут насладиться тем, что мы попытались создать. Конкурс на лучшее оформление витрин, фасадов и прилегающих территорий торговых объектов проходил в декабре. Соревновались кафе, рестораны, гипермаркеты, магазины, фудкорты. Награждали за хороший вкус, оригинальность, эстетичность, творческий подход. В каждой номинации по несколько победителей. Места не распределяли. Ведь если праздник создать удалось, для гостей ты в любом случае номер один. Анастасия Синица, Александр Тарасенко. Новости Севастополя. Дед Мороз приходит в дом. Такой подарок он приготовил особенным детям Севастополя. Для некоторых из них новогодняя сказка стала реальностью. В чьи дома постучался Морозка и какие подарки он принес маленьким хозяевам, расскажет Эльвина Зарипова. Прямиком из южной резиденции Дед Мороз спешит поздравлять детей. Ведь до праздника всего ничего. Своего железного коня он припарковал, мешок с подарками не забыл. Пришло время их дарить. Путешествие начинается с дома 12А на улице Толстого, где живет многодетная семья Бахматских. Здравствуйте, здравствуйте, дети. Здравствуйте, здравствуйте, дети. Вы звали меня? Да, я брата. Да вы что? Ой-ой-ой, здравствуйте. Я так долго к вам добирался. С далекого леса. У меня пять дорогие, так замечательных. Четыре сыночка и лапочка-дочка. И я вам хочу сказать, вы сегодня сделали для нас чудо. Приехал Дед Мороз, поздравил, подарил то, что они хотели. Честно сказать, я сам об этом мероприятии узнал только вчера. Жена до последнего держала это в тайне. Очень приятно было узнать. И даже, наверное, испытал радость, как сам ребенок, когда увидел Деда Мороза с подарками. Было очень приятно, был очень удивлен. Семья большая и дружная, но есть среди деток особенные. У восьмилетнего Коли проблемы с речью. Зато память крепчает. Он даже выучил стих для Дедушки Мороза. Мальчик не сдается, и родители верят, что все поправимо. На лечении находится и самый младший ребенок, девочка Рима. Ей один год и восемь месяцев. У нее патология порнодвигательного аппарата. Несмотря на это, девочка активная, настоящая хозяйка. С мамой любит проводить время на кухне. Теперь у нее есть собственная. Мечты сбылись и у ее братьев. Я хотел у Дедушки Мороза машину такую, быстую. Он подарил мне динозавра. Мне очень нравится кастунг, который мне подарил Дедушка Мороз. Конструктор. Он подарил то, что я хотел. Какая новогодняя сказка без снегурочки. Она была на том конце провода в Тюмени, ведь туда пришло письмо, которое отправила многодетная мать, чтобы участвовать в акции «Елка желаний». Организаторы отказать не смогли, поэтому совместно с Севастопольским бессмертным полком подарили семье Бахматских новогоднее чудо. Семья, многодетная семья обратились на «Елку желаний» в Тюмень. Руководитель акции «Елка желаний» тоже наша, руководитель регионального отделения Тюмени. И вот мы созвонились, как коллеги, говорят, давайте устроим праздник многодетной семьи в Севастополе. И вот все, что дети заказали, мы постарались все выполнить их желания, действительно устроить этой замечательной семье праздник, праздник для детей. Всего новогодний десант осчастливит перед праздником 11 севастопольских семей в разных районах города, где живут особенные дети. Новый год! Весь декабрь на нашем телеканале шел благотворительный марафон «Чудо-ангелу». Третий год подряд мы проводили его вместе с общественной организацией «Особые дети». Участники проекта – девочки и мальчики, которые отличаются от своих ровесников и воспринимают окружающий мир тоньше и эмоциональней. Сначала мы знакомили телезрителей с нашими героями, рассказывали об их особенностях, совершенно разных. У кого-то микроцефалия – врожденное уменьшение массы головного мозга, кто-то родился с синдромом Дауна, а кто-то с гиперкинезами – непроизвольными движениями в группах мышц. В каждом репортаже мы делились детскими новогодними желаниями. Так, солнечный ребенок Жора Щербаков хотел спортивный уголок и беговую дорожку. Такой же тренажера, еще пандус в подъезде, был нужен Илье Малюгину. Малышка Кира Соя мечтала о новой игровой площадке и планшете, а Насте Климонтова – о плазменном телевизоре. Саша Цурпикова заказывала набор для творчества, толстовку в стиле аниме и прогулку на лошадях. А Дима Валиев ждал книги, сказки и энциклопедии. Добрыми волшебниками для особых детей стали неравнодушные телезрители. К проекту присоединился и губернатор Михаил Развожаев. Большинство желаний удалось воплотить до Нового года, но некоторые в силу обстоятельств сбудутся позже. К ним мы вернемся уже в новом году. И в завершении выпуска расскажем о погоде в Севастополе на 31 декабря. Севастополь 31 декабря в Севастополе переменная облачность. Небо затянут тучи, но периодически все же будет выглядывать солнце. Ближе к вечеру может начаться небольшой дождь, но он должен быстро прекратиться. Ночное время плюс один, днем чуть теплее. Термометры покажут 4 градуса выше нуля. Атмосферное давление в пределах нормы. Ветер северо-восточный. Температура воды у побережья плюс 9 градусов. В новогоднюю ночь погода должна улучшиться. А еще астрономы обещают звездопад. Так что если увидите падающую звезду, не забудьте загадать желание. Сделать это можно и под бой курантов. И на этом наш выпуск завершен. Следите за развитием событий вместе с нами. В студии работал Дмитрий Дудко. И я желаю вам всего доброго. До встречи в эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин